МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ПОДИ на телеканале ЛОД в студии Светлана Попова. Сегодня в выпуске. В Северодонецке и Попасной сегодня отмечают вторую годовщину освобождения от незаконных бандформирований. В Северодонецке и Попасной сегодня отмечают вторую годовщину освобождения от оккупации. В областном центре прошла акция «Армия детям». Маленькие северодончане рисовали свои мечты о мирной Украине. А военные показали технику, которой защищают нашу страну. В Северодонецке и Попасной сегодня отмечают флаг моей Украины, моей страны, моей родины. Это как бы синее небо, наша желтая пшеница. Или же наоборот, это наше прекрасное яркое солнце и светлая река. Это моя земля, это моя страна, это моя семья, это моя родина. Ты первый раз катаешься? Да. Мне очень понравилось кататься. Мне бы хотелось, чтобы война закончилась и все было, был мир. В Северодонецке проходят два захода сьогодні, присвячені Дню Звольнена Северодонецка. По-перше, сьогодні о 16.30 урочистості з нагородженням військових, які мали участь у Звольненні Северодонецка. На жаль, дуже багато хлопців сьогодні не тут. Тому всім вітання, всім подяка, здоров'я, миру, щастя, низкий уклін матерям, сім'ям. Шановні мешканці рідного Северодонецка, дозвольте від імені виконавчого комитета Северодонецкої міської ради поздоровувати всіх з другою річницею визволення нашого міста від незаконних збройних фарменовань та побажати мирного неба та рідної земли під ногами. Наразі поліція військовській області, пастернапу Сергію Олександровичу, сержанту поліція військовському батаріону поліція Северодонець, на жіння військовській області. В Попасное открыли пам'ятну стелу в пам'ять о трех бойцах і 48 мирних жителях, погибших при освобождении города. Репортаж наших корреспондентів з регіона, де жизнь можна назвати мирной, условно. Він постоянно обстреливається боєвиками. Три жизни бойців батальйона «Донбасс» і 48 мирних жителей Попасного. Цена, которую заплатив город за свободу від сепаратистів. «Ми потеряли багато своїх друзів, хтось родів, хтось близьких, але в цілому ми виставили. Ці два роки ми живемо на передовій, пітаємся вживати, пітаємся розвиватися, пітаємся розвиватися, що-то строити». У пам'ять о погибших при освобождении Попасной воинов батальйона «Донбасс» в сквере торжественно открыли пам'ятную стелу. А боец батальйона обратился с просьбой к жителям города. «Я хочу попросить жителей Попасной, чтобы возле мемориала, там, где похоронены наши ребята, ну и вообще ребята с разных воинских подразделений, были всегда живые цветы, чтобы о них не забывали. Потому что мы идем дальше в другие какие-то точки, освобождать другие города, а ребята остались лежать здесь». По словам участников освобождения города, Попасную брали почти стрелковым оружием. Тяжелой техники не було. Основные бои за город проходили 18 июля. «Перед городом Попасным мы стояли два часа, ждали. Чего ждали, мы сами не понимали, и через два часа мы пошли в город. Взяли первый блокпост на мосту, они взорвали мост, мы успели проскочить автобусом, заехали. И построили вдоль дороги, две шеренги и пошли. Они нас запустили, они нас ждали там. Ждали по-любому, потому что валили с двух сторон по нам». Как говорит Валерий, их командир тогда сбежал вместе с единственным танком, оставил своих бойцов на окраине города. Самим Попаснянам этот день два года назад запомнился страхом, который они испытали, находясь в своих домах и квартирах. «Это было очень страшно, и для нас, для мирных жителей, как и для каждого человека, это было непонятно, и было страшно». Также в Попасне впервые прошла фотовыставка «Аллея памяти». Ее создатель – волонтер Ирина Крамаренко. Женщина собрала практически все фотографии погибших за два года жителей города. Она побывала на местах гибели каждого Попаснянина. По ее словам, 48 погибших мирных граждан – это не конечная цифра. О многих сейчас просто ничего не известно. Иван Полупанов, Андрей Бригидер, Падии. Сегодня Северодонецк прощался с военнослужащим 53-й отдельной механизированной бригады Николаем Литовко. 18 июля он погиб в Авдеевке. После года службы в армии в апреле 2016 года Николай был демобилизован. В конце мая снова пошел служить по контракту. Вернулся к своим товарищам по службе. 18 июля во время обстрела позиций наших военных он погиб. Попрощаться с Николаем Литовко пришли родные, близкие, сослуживцы. Общественные деятели Северодонецка, руководители горсовета и Луганской облгосадминистрации. Была проведена гражданская панихида. Коля был нормальным человеком, хорошим. Он службу свою знал, работу свою знал. Произошел взрыв, я 10 метров стоял от миномета. Мне просто повезло, что я остался жив. Подхожу туда, там уже 4 человека мертвые. Он прожил эти годы вместе с нами. Но он сделал больше для нас, чем мы можем сделать для себя. Давайте помнимать, что жизнь – это самое сильное, что у нас есть. И он загинал от рук тех, кого мы 2 года назад называли «братами». А брати так не поступают, стреляя в спину, расстреливая наших солдат. Похоронили Николая Литовко на городском кладбище Северодонецка. Отец бойца остался без сына, жена без мужа, а сын без отца. Валентин Сычев, Илья Трофимов, Падии. Это не вся информация, подготовленная нашими корреспондентами. Далее в выпуске. В оккупированном Алчевске люди отказываются платить оккупантам за коммунальные услуги. На Луганщину приехала делегация из главгородов и районов Львовской области. Маркетинг по-сепаратистски. В Луганском недогосударстве на ценниках тропических фруктов пишут «сделано в ЛНРе». А в оккупированном Алчевске люди отказываются платить оккупантам за коммунальные услуги. В поселке Комсомольский Луганской области боевики в алкогольном опьянении ограбили магазин и застрелили местную жительницу. Подробно об этом в нашем традиционном обзоре. В вековой ЛНРе чиновники-сепаратисты поверили словам главаря боевиков Плотницкого о банановой республике и начали выращивать бананы. В социальных сетях появилось фото бананов, которые продаются в одном из супермаркетов Луганского недогосударства. Так вот, на ценнике тропических фруктов написано, что они произведены в незаконной ЛНРе. Об этом пишет информатор. Фото появилось у одного из пользователей в Фейсбук. Реакция местных жителей не заставила себя долго ждать. Многие посетители социальной сети выясмели надписи, называют террористическую ЛНР банановой республикой. Впрочем, так ее называет и главный оккупант Плотницкий. А реализация наших бюджетных программ, каким образом у вас учтена? Куда вы это все? Где оно у нас? Инвестиционного развития у нас вообще нет. То есть мы настолько банановая республика, что к нам никто рубля сюда не привезет и инвестиций не будет. В оккупированном Алчевске жители отказываются платить оккупантам за коммунальные услуги. Местные сепаратистские власти с удивлением обнаружили, что люди не хотят оплачивать коммуналку. А низкий уровень оплаты привели к катастрофической финансовой ситуации на коммунальных предприятиях оккупированного Луганска, жалуются чиновники-самозванцы. Об этом пишет Депо Донбасс. Оккупанты даже озвучили открытое обращение ко всем жителям. Говорят, алчевцы накопили долгов на 151 миллион российских рублей. При этом боевики возмущаются, что жители не просто не платят за текущие услуги, но и не стремятся погасить накопленные прошлыми годами долги. Люди, в свою очередь, платить деньги террористам не хотят. Во-первых, платить им нечем, ни работы, ни зарплат нет. Во-вторых, суммы завышены, а деньги уходят только в карманы террористов. Боевики Луганской псевдореспублики в состоянии алкогольного опьянения ограбили магазин и убили женщину. Так, психологическое состояние боевиков и частей оккупантов на критически низком уровне. Служить в рядах террористов местные жители не хотят. Поэтому бандитское руководство решило привлекать на так называемую службу лиц с криминальным прошлым из числа социально неблагополучных категорий. Они в постоянном алкогольном опьянении грабят и издеваются над людьми. Об этом пишет Луганский радар. Так, 20 июля террористы самовольно оставили пост по охране военных складов в Артемовске с оружием и, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, ограбили магазин, а потом застрелили жительницу поселка Комсомольский Луганской области. Их бандитское командование уже традиционно оформило увольнение этих преступников задним числом. За ограбление и убийство человека наказание никто не понесет. Сегодня на Луганщину приехала делегация глав городов и районов Львовской области. Цель визита – обмен управленческим опытом с луганскими коллегами. Слово «Схід і Захід разум» ми дійсно розуміємо зараз в режимі обміну. Ті люди, які приїхали до вас сьогоднішні, вони луганщани, вони не тільки є людьми, котрих обрано на недавніх місцевих виборах, за ними також достатній багаж знань, бо всі вони раніше працювали на посадах у виконавчій вертикалі, оскільки я думаю, що у вас буде значно більше спільного в частині обміну управлінськими можливостями також, сутоуправлінськими. Країну ми можемо змінити тільки-тільки разом. Хочу сказати і звернутися до мешканців Львівщини, що мешканці Луганщини також прагнуть жити в демократичній, в європейській, в мирній державі, що проблеми у нас однакові. Тому децентралізація децентралізацією, але дуже важливе просто людське спілкування. Львівська делігація посетила Северодонецьку школу-інтернат. Там открыли спортивну ігрову площадку, деньги на которую предоставив Львівський обласний совет. Також привезли з собою подарки, игрушки і одежду. Хочу подякуватися за таку ботумову, за такий майданчик. Децентрі була дітей, дітей, які трошки старше, хлопці, які будуть займатися на цих тренажерах, і дівчаток тому числі. І сказати, що ми завжди, раді вам, ми завжди вас чекаємо. В Северодонецькой галерії іскусств открылась персональна выставка художниці Валентины Липкевичус. В експозиції представлены роботи в техниці «Батик». На выставки побували і наші корреспонденти. 14 картин розміщены в одному із залів галереї. Техника «Батик» – це нанесення краски на шелк, хлопок, шерсть ілі синтетику. В зависість від ткані художник підбирає краску. На цій выставці експонується ряд моїх робот. В техніці «Батик», холодний «Батик» в частности. Це коли робиться контур, і потім все заливається краскою. Отдельні міста, разными красками. Пишет картины по техніці «Батик» Валентина з 2013 року. До цього вона посіщала мастер-клас с северодонецькою художницей Яною Чернобай, которая работает в цій техніці. Це перша моя персональна виставка. Продаю некоторые вещи, некоторые просто дарю. А іноді я сама просто рисую, і люди покупають. Це любима моя картина, називається «Тюльпаны». Она написана на натуральном шелке. І буквально далася мене за один день. Я вот на такому общем порыві, коли увидела открытку, то решила вот ее изложить на ткань. Работой Валентине помогал представити ее внук Ярослав. Виставка продлится в течении месяца. Валентин Цычев, Илья Трофимов, Падии. І о погоді на 23 іюля. В Луганській область облачна погода. Ночью і днем, временами небольшой дождь, містами гроза. Ветер западний 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем плюс 20-25 градусов. В Северодонецкій температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 23-25 градусов. В Луганскій температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем плюс 23-25 градусов. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия или столкнулись с социальной проблемой, звоните к нам в редакцию по телефону 050-328-86-44. На этом все. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте LOTLGUA и в новостях Радиопульс. Увидимся с вами в понедельник. Хороших выходных!